Приветствую! Сегодня 25 июня и на моем участке созревают ранние сорта ежевики, а именно ежевика Columbia Sunrise и Caraca Black. И сегодняшняя тема, которую я хочу осветить, это сравнение двух этих сортов по разным характеристикам. Это и вкусовые качества, это и сахаронакопление, ну и в общем как бы итог, так как Caraca Black я выращиваю 9 лет и у меня уже есть какой-то итог за эти последние 9 лет, как он себя проявил, этот сорт в моих условиях и стоит ли его дальше выращивать, если появляются более перспективные новые сорта. Ну что я хочу сказать, ежевика в этом сезоне радует, дело в том, что в прошлом сезоне Caraca Black полностью вымерз у меня этот сорт, в этом сезоне он вымерз наполовину, тем не менее рожа есть, радует ягода и цена на ягоду. Начинаю я просматривать по этой тематике и мониторить цены по ежевике по другим каналам, наконец-то вижу, что люди начинают выращивать перспективную ягоду, на которой можно заработать. Опять же повторюсь, в сравнении с клубникой, клубника в этом сезоне была по разной цене, опускалась она до 100 рублей, а в среднем была где-то 150 рублей. Ежевика у нас стартанула мелкая 650 рублей, похоже на лохтей, где-то может быть с южных регионов привозят ее, но вид, конечно, у нее абсолютно непривлекательный. Дело в том, что она сероватого цвета, вкусовые качества я не знаю, конечно, крупные корсточки и естественно, что ягода мелкая. Похоже на такой разнокалиберный лохтей в величину смолин, чуть крупнее малин. Поэтому, естественно, что цена 650 рублей была, не знаю, как сейчас, это было несколько дней тому назад, но я видел раннюю ягоду, которую продавали в других регионах. В Крыму цена на ягоду стартовала где-то 3000 за КГ, в Краснодарском крае 2000 за КГ и где-то в Адыгее 1000 рублей. Ну, у нас также будет цена, то есть я планирую продавать ее по 1000 рублей, потому что ягода вне конкуренции, я выращиваю экологически чистую ягоду, я ее не кормлю. Единственное, за 9 лет была внесена в этом сезоне подкормка удобрением ОМУ в раннее весеннее время, потому что кусты уже все-таки исчерпали лимит по забору питательных веществ почвы, и я решил делать небольшую подкормочку. А так у меня ягода не кормлена никакими химическими минеральными удобрениями, все удобрения, всю химию, которую я вносил, это было в ранний период времени и летом, в прошлом сезоне. Поэтому ягода у меня чистая, я ее потребляю в свежем виде для себя в первую очередь, и естественно, что на этом можно сделать небольшой какой-то доход. Так, сегодня я буду сравнивать Columbia Sunrise, потому что этот сорт давно на него смотрел, присматривался, а стоит ли не стоит. Ну, этот сезон как бы уже решающий, потому что все люди хотят вкусную ягоду. Я понимаю, что Caraca Black имеет коммерческий, как бы, коммерческий подход, потому что она сама ранняя. Ну, скажу так, это, наверное, будет мой лайфхак для тех, кто хочет заниматься в дальнейшем хорошей ягодой ранней, что Sunrise, конечно, будет все-таки по-лучше вкусовым качествам, потому что у нее очень быстро уходит кислотность. Урожайность у нее выше, она без шипов, то есть все-все в пользу Columbia Sunrise. Итак, сейчас я буду просто показывать, замеряем Briggs рефрактометром и сравним, как что созревает на данном этапе. Ну, каждый уже будет делать выводы из, как говорится, имеющейся уже информации. Итак, начну я с Columbia Sunrise. Columbia Sunrise созревает чуть раньше, чем Caraca Black и массовый. То есть у нее, как бы, вот, идет боковой латерал и уже три, четыре, одну я уже, уже сорвали, уже дегустируем ее несколько дней. Уже сорвали и вот получается, что, если сравнивать с Caraca, то у Caraca единично только один первый цветок, который был, начинает созревать. Здесь уже созревают даже и более поздние цветы, которые отцвели чуть позже. Вот, поэтому Sunrise созревает чуть раньше, не намного, но несколько дней это все равно время, поэтому она созревает раньше. Еще раз повторюсь, урожайность у нее выше. В среднем, я уже говорил, что, сейчас я покажу, здесь некоторые есть латералы, вот, допустим, как этот, нижний, на котором сейчас я скажу, 9 ягод. На Caraca такого я никогда не видел. Ну, а в среднем где-то 6-7, 6-7, где-то так. Итак, сорт бесшипный, это очень радует, очень мощный, не дает, в отличие от Caraca Black, поросли, хотя Caraca Black не критично дает поросль. Это не малина, конечно, малина это вообще жесть, конечно, по сравнению с ежевикой. Ну, я не беру сейчас эти ремонтантные сорта, особенно, особенно, этот, черную магию, страшный сон, а не поросли от нее идет ужасно, конечно. А так, в принципе, ежевика более умереннее, чем малина, и даже такие шиповатые сорта, как Caraca Black и ежемалина табери, они, ну, это мелочи жизни по сравнению с малиной по поросли. Поэтому этот сорт вообще поросли не дает, что радует. Бесшипный, еще раз повторюсь, самый ранний из моих сортов, который я испытывал на своем участке. Ну, и, в принципе, урожайный, урожайнее, чем Caraca Black. Сейчас покажу, как себя показывает Caraca Black на это время. Caraca созревает по единичным, вот я еще раз повторюсь, по единичным ягодкам. Урожайность у нее скромнее в сравнении с Sunrise, ну, в среднем вот 5, 4, 5, 3. Ну, в общем, в среднем возьмем 4, 5, там 7, даже 9 бывает, в среднем 7 возьмем. То есть урожайность выше. Caraca Black очень вкусный сорт, но его нужно выжидать до последнего, пока он наберет сахар. Естественно, что если рвать просто черную, она будет кислая, и многие люди жалуются, что это кислый сорт. Это сорт не кислый, в зависимости от места произрастания, нагрузки почвенных условий, это сорт сладкий. Но, его нужно выдержать. Итак, я сейчас сорву ягодку с Caraca. Ну, вот уже похоже, как спелая ягода. Вот, она уже отвалилась сама. Это у нас будет Caraca Black. Сейчас я сорву Columbia Sunrise. Взвесим на весах, сравним Briggs и, в принципе, сделаю ее вывод. Да, еще какое преимущество у Columbia Sunrise. У нее ягодка, когда она созревает, она прям выпрыгивает с плодоножки. Вот видно, очень видно, да, очень хорошо, как она ползает и вот-вот-вот спрыгнет с плодоножки. Это очень радует. Что я хочу сказать. Вот, Caraca Black немножко крупнее Sunrise. Ну, во-первых, кусты взрослые. Даже вот, если визуально, вот я сейчас сорвал Caraca Black, она немножко больше. Длиннее. Вот так вот. Длиннее, чем... Хотя, сейчас покажу. Хотя, вот, пожалуйста, есть ягодки, такие же самые, по размерам. Вот, пожалуйста. Даже крупнее. Даже крупнее Caraca. Ну, кусты молодые, поэтому... Да, вот есть очень даже неплохая ягодка. Я ее... Она еще, видно, не готова. Рвать ее не буду. Но, будем учитывать, что Sunrise моложе намного. И... Сейчас я сорву ягодку. Так, ну, это уже похоже, как спелая. Вот, я ее срываю. Она будет поменьше у нас. Поменьше будет. Я сорвал три Caraca. И сорву сейчас, чтобы сделать несколько... Еще одна сорву. Ну, давайте, три. Три таких и три таких. Сейчас я посмотрю, поспелее. Вот она я, наверное. Поспелее. Три Caraca и три... Коламбия чуть короче, чуть поменьше. Эта чуть подлиннее. Кстати, сейчас как раз я здесь рядышком с... Коламбия Стар. Вот как она выглядит на данное время. То есть она намного... Уступает по срокам созревания. Коламбии Sunrise и Caraca Black. Но скажу, что по урожайности она превосходит как тот, так и тот сорт. То есть Коламбия Стар пока, на мой взгляд, самый урожайный. Если сравнивать из этих Росянек, Коламбия Стар все-таки по урожайному будет. Ну, сроки у нее вот. Она будет чуть раньше, чем Лох Тей и чем Натчис. Она идет примерно за Caraca Black и Sunrise. То есть тоже ранний сорт, перспективный. Пользуется очень огромным спросом на американском рынке. Поэтому, конечно, ну это уже, как говорится, кислотность уходит у нее хуже, чем у Sunrise. Поэтому нужно выжидать, как и на Caraca Black. Итак, три ягоды Sunrise, три ягоды Caraca. На весах сейчас я включаю весы. Посмотрим. Так, по поводу транспортабельности. Это тоже для многих, может быть, это очень будет важно. Поэтому я сейчас беру и пробую транспортабельность. Ну, Caraca, в принципе, транспортабельный сорт. Но вот ягодка уже вот в такой зрелости, она уже мягковатая. Это вообще такая твердая, как будто она искусственная. То есть Sunrise явно транспортабельнее, чем Caraca Black. Хотя на Caraca Black я никогда не жаловался, что она нетранспортабельна. Очень хорошо она выносит всякие невзгоды погодные. Вот. И, в принципе, транспортабельный сорт. Так, взвешиваем ягодку. Caraca Black я взвешиваю. 9,4. Ну, в среднем вот так вот еще одну Caraca Black. 8,9. В среднем у нас получается тоже 9. В принципе, очень даже неплохо. Так, Sunrise 8,2. 8,5. 7,4. Чуть меньше. Но, в принципе, так визуально, если взять визуально, сейчас я их в ряд посложу. Ну, разница не очень большая. Это не Lochtei. Lochtei в половину меньше, в половину меньше. Ну, в общем, как-то так. Вот по размерам, по весу. Теперь сейчас замерим, сколько Bricks в каждой ягодке. Так, еще раз скажу, что транспортабельность у Sunrise намного выше, чем у Caraca Black. Так, буду замерять сейчас ягодку Caraca Black. В этом году сахар чуть меньше почему-то. Так, я тут неудобно, конечно, но попытаюсь что-то сделать. Попытаюсь что-то сделать. Так, маловато еще. Чуть-чуть сейчас подвыдавлю сока, чтоб больше было. Ага. Ага. А как по мне, вообще не кислое. Уж не знаю, с чем сравнивать, но, вроде, посмотрим, что покажет нам рефрактометр. Кстати, использование рефрактометра требует всегда посмотреть, если ноль через водичку. Я использую, так, сейчас на свет, что тут у нас показывает рефрактометр. Надо попасть еще. Рефрактометр. Так. У меня в телефон очень сложно ловить, но, тем не менее, попытаюсь я сложным их поймать. О, поймал. Так, у меня показывает 14 Brics по левой шкале. Правая шкала у нас для вина, замер сусла, сколько спиртов сусла и вина. 14 Brics, в принципе, левая шкала Brics, в принципе, очень даже неплохой результат. Так, теперь замеряю я. Sunrise. Ух ты, упал мой рефрактометр. Еще наше слое подправить. Ух! Сладко ягода. Смотрим, что у нас тут показывает. По Brics. Что у нас показывает по Brics. неудобно всеми руку от одной рукой все делать но тем не менее что-то сейчас мы покажем о 15 16 16 брикс ну вот сейчас повторюсь что это спелая ягода 16 брикс по левой шкале и так подвожу итог ну что columbia sunrise идет впереди караки по всем характеристикам это и сроки созревания это и бесшипность это и транспортабельность это из накопления сахара то есть все все в пользу этого сорта ну а как говорится уже делать выводы каждому основываясь на каких-либо соображениях что преследует человек при выращивании ежевики коммерческий подход саженцы переработка и так далее это уже как говорится кому что я выращиваю для ягоды кушаю для себя и даю людям также получить удовольствие от вкусной полезной ягоды без химии и так вот такой вот мой режиме итог что имеется ввиду под этим сортом columbia sunrise